Сложно представить, какое количество фильмов было утеряно или просто забыто всеми за время существования кинематографа. Грустно видеть некогда великие картины, которые ныне почти неизвестны. Но иногда случается чудо, и фильм прошлого века нагоняет волна популярности среди молодых зрителей. Одной такой восставшей из пепла картины стал Гончаров, фильм 1973 года, снятый великим кинорежиссером Мартином Скортьезе. События фильма происходят в Неаполе и сосредоточены вокруг итальянской мафии, а главным героем является сам Гончаров, переехавший в Италию из России. Также не менее важные роли в событиях фильма играют его жена Катя и близкий друг Андрей. В главных ролях снимались Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джин Хэкман. Удивительно, как при таком актерском составе фильм смог оказаться затерянным в архивах истории. Киноведы считают его величайшей картиной о мафии из когда-либо созданных и настоящим бриллиантом в фильмографии Скортьезе. К сожалению, фильм не был удостоен никаких наград. Хотя, возможно, низкую популярность этой картины можно обусловить ее внушительной продолжительностью, без малого три с лишним часа. Нужно уметь по-настоящему погрузиться в атмосферу, чтобы высидеть его от начала и до конца. Мне очень-очень жаль, что так мало людей, современной молодежи, видели этот фильм. Это просто классика на все времена, и это лучший фильм Скортьезе. С точки зрения драматургии игры актеров, это шедевр. Его должен посмотреть каждый. Однако сейчас Гончаров переживает так называемый ренессанс. Благодаря активности пользователей социальной сети Tumblr, он, похоже, наконец начал получать внимание, которое заслуживал. Сотни отзывов, посты с анализами сцен, а также прекрасное фанатское творчество в виде многочисленных рисунков. При виде всего этого нельзя не порадоваться, как, казалось бы, навеки забытый шедевр, наконец оказался в свете прожектора и привлекает к себе все больше и больше внимания. Сюжет фильма наполнен символизмом, который можно неоднозначно трактовать, чем фанаты в соцсетях активно занимаются, распаляя огонь интереса к Гончарову. Из-за большого хронометража для американского проката фильм был частично порезан, что, как оказалось, значительно влияет на восприятие всей концовки. И фанаты пока не могут определиться, какая из концовок лучше приводит историю к завершению. Европейская оригинальная или обрезанная американская? Многие из тех, кто уже посмотрели этот гениальный фильм, сходятся во мнении, что концовка тут счастливая. Хэппи-энд. Ребята, какой хэппи-энд? Вы слепы? Вы глухи? Да, да, существуют две разные версии монтажа. Да, это все знаем мы. Это европейский монтаж и американский. В американском она умирает. Ну, классический монтаж для американцев. Но! Но! В европейском она выживает. Люди говорят, Катя выбралась из лодки, Катя выжила. Вы что, ребята? Вы не видели крупным планом, как Соня забрала книжку? Это значит предательство? Катя в любом случае не победила, она проиграла. И ее отец не будет спасен. Почему никто этого не понимает, кроме меня? К сожалению, хотя после выхода фильма и были разговоры о продолжении, в связи с его крайне низкой популярностью в то время, идею сиквела, к сожалению, оставили. Как оказалось, не просто так этот великий фильм казался стертом из истории кинематографа. Как выяснил один из пользователей Тамблера, реальная мафия, недовольная настолько подробным обличением их культуры в фильме, добилась уничтожения почти каждой копии этой ленты. И остались лишь единицы, которые, к счастью, были оцифрованы и утекли в сеть впервые в 2006 году. Предлагаю ознакомиться с подробным материалом на эту тему. Субтитры создавал DimaTorzok